Сегодня Архангельск ожидает визит полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Среди центральных тем его встречи с властями региона вопрос обеспечения доступности медицинской помощи населению Поморья. Кроме того, Палпред побывает на нескольких стройках областного центра. А вот другой визит уже начался. В регион пришла зима. Проблемы с теплоснабжением в районах области обсуждали на еженедельной планерке у губернатора Игоря Орлова. Требования главы региона – люди не должны мерзнуть и в своих домах. Я настоятельно прошу вернуться в состояние высокого тонуса по прохождению осенне-зимнего периода. Значит, министерство сформировать по каждой котельной в электронном виде запасы по всем видам топлива, необходимые для обеспечения прохождения режима. Ко всем предприятиям, которые допускают снижение нормативного запаса топлива, незамедлительно информировать руководство муниципальных образований, информировать прокуратуру вместе с МЧС для реагирования о снижении запаса. Особое внимание нормативным запасам и к качеству топлива. Пока в зоне риска находится Няндама, в ближайшее время туда для оценки ситуации по поручению губернатора отправятся специалисты профильного министерства. Завтра – Международный день борьбы с коррупцией. К этой дате в региональной прокуратуре приурочили прямую линию с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ниной Мороз. С 15 до 16 часов 7 декабря она будет отвечать на звонки северян. Телефон прямой линии 410-156. Сегодня в свет вышел свежий номер газеты «Правда Севера». Журналисты продолжают тему низкого качества воды в Котласе. Ее пробы не соответствуют требованиям Санпин. О качестве воды рассказывает главный санитарный врач Котласа. Общественная палата Архангельской области работает уже второй созыв. Стало ли за это время понятнее обществу? Зачем она ему нужна? Об этом журналист газеты и эксперты размышляют в статье «Я общественник и ничего не стою». Каким будет 2017 год для страны, которая отметит столетие февральской и октябрьской революции? Об этом размышляет историк в интервью «Кто победил, тот и прав». За и против прививок. Сегодня на страницах газеты эту тему развивают и специалисты, и одна из мам, которая приняла решение отказаться от уколов. День рождения Архангельского снеговика отметили в Соломболе. Уже много лет этот шарообразный герой – полноправный участник зимних торжеств. Весь год он живет в своем волшебном доме в Соломболе. В начале декабря именно Архангельский снеговик открывает сезон новогодних праздничных куляний. Первые выходные декабря мы отмечаем день рождения Архангельского снеговика. Он большой озорник, поэтому каждый раз, первый день зимы, он встречает своих гостей и, конечно же, маленьких и больших архангелогородцев. Поделиться предвкушением праздника с соседями по двору призвали архангелогородцев власти столицы Поморья. В этом году впервые пройдет конкурс на самую красивую новогоднюю территорию. Я призываю сподвигнуть на участие в этом конкурсе своих соседей, своих друзей и вместе, совместными усилиями, украсить гирляндами свои любимые дворы. Сейчас Архангельский снеговик трудится в своем волшебном доме, где идут занимательные уроки. Продолжаются экскурсии. И, кстати, в этом году впервые Архангельского снеговика можно будет пригласить к себе домой. И о погоде. Сейчас в Архангельске минус 19 градусов. В течение дня заметных изменений на термометрах не ожидается. К вечеру возможен снег. Одевайтесь теплее. Редактор субтитров А.Семкин